А теперь смотрите фокус-мокус. Смотрите, вот эта структура своя. А как же? Обычная родинка под прицелом дерматоскопа выглядит очень фактурно. Так называемая современная интеллектуальная система ставит первичный диагноз пациенту за считанные минуты. Оптическая система, потом оптическое изображение передается на экран. И здесь встроено программное обеспечение. Доктор включает анализатор, который определяет в течение нескольких секунд, что это за образование. И выдает определенную шкалу от нуля до единички с уже оценкой этого образования. Это зеленая зона, желтая – это зона, которая требует наблюдения. И красная зона – это однозначно уже подозрение на что-то нехорошее. Уже год на пятом этаже здания Одинцовской поликлиники номер один функционирует Центр амбулаторной онкологической помощи. Приемные кабинеты, кабинет биопсии. В дневном стационаре пациенты проходят химиотерапию. Все оснащено по последнему слову техники и максимально удобно для больных. Такое оборудование есть не в каждом даже крупном онкоцентре. Работает шесть квалифицированных специалистов. У нас следующий этап. После того, как мы завершили полный цикл обследования, установили диагноз, мы отправляем пациента на врачебный онкологический консилиум. Так делают практически все врачи-онкологи Московской области, поскольку маршрут у нас именно так прописан Минздравом. На консилиуме у нас присутствуют врачи-химиотерапевт, радиолог, который должен дать рекомендацию по лучевой терапии, врач-хирург. Ну и, собственно говоря, иногда могут приглашаться какие-то иные специалисты, так как мы понимаем, что онкология – это не билет, который вытянул счастливый пациент, и он теперь навсегда освобожден от гипертонической болезни и прочей хронической патологии. Для пациента с онкологическим заболеванием каждый день на счету. Современная техника, грамотные специалисты и точный диагноз спасают жизни. А непосредственное соседство Центра амбулаторной онкологической помощи с другими врачами Одинцовской больницы облегчает работу онкологам и повышает качество медпомощи. Полина Бахова, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.